Как важно фокусироваться на положительном, то есть как важно то, о чем мы думаем, и как наши мысли влияют на нашу жизнь, и что действительно в жизни каждого из нас часто происходят какие-то не очень приятные вещи, и они всегда есть и всегда будут. Иисус не говорил, что не будет проблем, да, Он говорил, что они будут, но Он всегда будет с нами в этот момент. И если мы фокусируемся на негативном, то это и происходит дальше и дальше и дальше в нашей жизни. Но всегда в жизни каждого из нас есть что-то положительное, что-то хорошее, то, на чем мы можем сфокусировать свое внимание и питать это своей энергией, тогда это будет происходить в нашей жизни. Всегда есть за что поблагодарить Господа, согласны? В жизни каждого из нас, каждый день, даже когда мы просто утром проснулись, есть за что благодарить. Наташа об этом на прошлом служении проповедовала тоже. И план чтения на эту тему читаю, и все из разных сторон на эту тему. Вот, поэтому я хочу, чтобы мы с вами сегодняшнее служение начали с молитвы благодарности нашему Богу. Я верю, что у каждого есть за что поблагодарить. Давайте мы вместе это сделаем сейчас. Давайте встанем и помолимся. Славный, великий, всемогущий Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие здесь и сейчас на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас нас, Ты нашел каждого из нас, Ты избрал нас, Ты наполнил нас своим присутствием. Ты простил все наши грехи и распял их вместе с собой на кресте. И Ты больше их не вспоминаешь. Никакие грехи, которые мы совершили, Ты не вспоминешь более. И мы не должны вспоминать об этом. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы искуплены жертвой Твоей. Спасибо Тебе, Господь, что Ты отдал Сына Своего на крест ради нас, ради меня, ради каждого из нас. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты перенес эти тяжелые страдания на кресте. Ты был распят, Ты умер ради меня, ради моего оправдания, ради каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наполнил сердца наши Духом Святым, что Дух Святой изливает Твою любовь в наши сердца, что мы можем чувствовать Твое присутствие каждую секунду, как только захотим, как только нам понадобится Твоя помощь и поддержка. Ты от нас, Господь, на расстоянии молитвы. Мы можем просто сказать, Господь, приди, и сразу же мы чувствуем, как Дух Святой внутри отзывается. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Дух Святой ведет нас по жизни, за то, что в каждый момент жизни мы можем услышать Твой совет, Твою поддержку, Твое наставление, Твое направление. Мы верим, Господь, что у Тебя есть план для жизни каждого из нас, и мы благодарим Тебя за этот план. Мы верим, что Твоя воля, она благая, угодная и совершенная. И то, что Ты для нас приготовил, это что-то чудесное. Не видел того глаза, не слышал о ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы любим Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за то, что Ты для нас приготовил, и за то, что Ты ведешь нас по этому пути, чтобы мы могли получить то, что Ты приготовил. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам духа премудрости и откровения к познанию Тебя, что Ты просвечаешь очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Твоего, и какое богатство славного наследия Твоего для святых, и как безмерно величие могущества Твоего в нас, верующих под действием державной силой Твоей. Мы благодарим Тебя, что сила, которую Ты воскресил, Иисуса Христа из мертвых, она в нас, она действует в каждом из нас, каждую секунду нашей жизни. Направляй нас, Господь, открой наши очи, сердце нашего. Благодарим Тебя и славим, Господь, за то, что Ты наполнять нас будешь прямо сейчас, за то, что Ты сегодня проговоришь нам какое-то слово в самое сердце, и это слово принесет плод в нашей жизни. Мы готовим свои сердца, Господь, говори сегодня к нам. Мы благодарим Тебя и славим. Во имя Иисуса Христа. Аминь.